Экономика в плюсе. В регионе продолжается реализация крупных проектов. В областном Акимате подвели итоги социально-экономического развития. Новое жилье взамен разрушенному. 38 семей из села Алтнцарина Кустанайского района совсем скоро отметят новоселье. Возмещение ущерба продолжается. Эстафета поколений у Нигеля-Орпах в Кустанае. Волонтеры и активисты сплотились, чтобы отдать дань уважения ветеранам и фронтовикам. Глава государства, верховный главнокомандующий вооруженными силами Касымжимар Токаев поздравил участников церемонии с Днем Защитника Отечества и Днем Победы. Он отметил, что эти праздники, олицетворяющие преемственность воинских традиций, демонстрируют верность героическому пути наших предков. Как подчеркнул глава государства, мы всегда помним и чтим наших фронтовиков и тружеников тыла, которые ценой неимоверных лишений приближали победу. Президент сообщил, что участники войны ежегодно ко Дню Победы получают дополнительные выплаты. В этом году эта сумма составляет до 3 миллионов тенге каждому ветерану. Он напомнил, что с этого года по его инициативе трём степеням Ордена Айбен были присвоены имена наших легендарных соотечественников Сагадату Нурмагамбетова, Бауржана Момыш-Ола, Рахмжана Кушкарбаева. Храбрость и мужество таких достойнейших сынов народа является примером для нынешнего и будущих поколений защитников Отечества. Как заявил президент, сегодня в условиях нарастающей геостратегической турбулентности Значение сильной и боеспособной армии существенно возрастает. Касымжум Артукаев отметил, что работа по повышению профессиональной выучки и модернизации вооруженных сил Казахстана будет продолжена. Глава государства, отметив большой вклад защитников Отечества в сохранении мира и согласия в стране, присвоил воинские и специальные звания классной чины офицера. Инвестиции – это основной двигатель экономики. В регионе идет реализация масштабных проектов, которые в дальнейшем сделают область центром машиностроения, черной металлургии и переработки продукции сельского хозяйства. Об этом сегодня заявил Акимобласть и Кумар Аксакалов на специальном совещании, где подвели итоги социально-экономического развития за первый квартал. По итогам четырех месяцев этого года в области наблюдается рост основных показателей различных отраслей экономики. Вырос объем строительных работ почти на 9%. В 14 районах построили больше жилья. Несмотря на неурожайный сезон прошлого года, улучшены показатели в сельском хозяйстве. Правда, не во всех районах. В сельском хозяйстве по итогам января-марта текущего года ИФО валов выпуска продукции составил 100%. Рост отмечен в 13 регионах. Из них наибольшие в городах Рудный и Аркалык, а также в Федоровском, Жангильдинском и Амангильдинском районах. В связи с уменьшением объемов производства продукции животноводства и снижение зафиксировано в следующих районах. В Житокаринском, Узунгольском, Карабалыском, Карасузском и Алтенцаринском. Привлечение инвестиций – основное направление развития экономики, и частные вложения в регион возросли почти на 13,5% и составили 98 миллиардов тенге. Глава области отметит, в этом направлении необходимо вести постоянную работу и держать на контроле каждый проект. Инвестиция – это основной двигатель развития экономики. Чем больше будет привлечено инвестиции, тем быстрее будет развиваться экономика региона. Поэтому этот вопрос должен быть постоянно на контроле у акимов, городов и районов, и также у руководителей управления. Объем привлекаемых инвестиций ежегодно растет. К примеру, за последние три года он вырос на 26%. Если сравнивать в первый квартал 2022 года, то было привлечено порядка 83 миллиардов, то по итогам первого квартала этого года мы видим, что почти 105 миллиардов тенге, то есть рост на 26%. Сейчас в области идет реализация сразу нескольких важнейших проектов. Начато строительство крупного завода по производству автомобилей «Кия». Первая машина сойдет с конвейера уже в следующем летом. Будет трудоустроено полторы тысячи человек, и это не единственный проект в сфере машиностроения. Также будет дан старт работы сразу нескольких предприятий. Запустят чугунно-литейные, стали плавильные заводы, а также завод по производству горячебрикетированного железа. Строительство завода «Кия» позволит стать Кустанайской области центром автомобильного строения в республике. Строительство стали плавильного завода и завода по производству горячебрикетированного железа сделает Кустанайская область центром черной металлургии. И реализация проектов по переработке зерна, глубокой переработке зерна, еще других проектов по переработке продукции сельского хозяйства, конечно же, должна сделать Кустанайская область центром по переработке продукции сельского хозяйства. Три глобальные задачи, которые мы должны решить в ближайшее время. Есть инвесторы, есть полностью понимание, как должны эти проекты реализовываться. Глава области также поручил взять на особый контроль проведение весеннеполевых работ. Посевная не за горами. На многих полях до сих пор остается высокая влажность. Это может принести немало проблем аграриям. Любовь Аблачкина, Диарах Мечин, телеканал Костанай. Почти 5 миллиардов тенге выделили в этом году на ремонт системы теплоснабжения Костаная. Эти средства направят на реконструкцию более 2 километров тепловых сетей и двух главных паропроводов. Также власти планируют привести в порядок работу паровых и водогрейных котлов. Подробности в следующем сюжете. В прошлом году на ремонт системы теплоснабжения было выделено около 3,5 миллиардов тенге, из которых более 400 миллионов вложило частное предприятие. Финансирование направили на модернизацию 24 единиц оборудования. Кроме того, на эти средства реконструировали порядка 6 километров тепловых сетей. В городе были введены в эксплуатацию ряд котельных и завершён капитальный ремонт дымовой трубы ТЭЦ. Единственный проблемный вопрос во время отопительного сезона, по словам специалистов, это порывы на тепловых сетях в микрорайоне аэропорт. В 2023 году в микрорайоне аэропорт за счёт бюджетных средств была произведена частичная замена магистральных сетей протяжённостью 978 метров на сумму 918 миллионов. В ходе отопительного периода было выявлено 4 порыва на других участках тепловых сетей протяжённостью более 2 километров. В текущем году работы в целях обеспечения надёжности теплоснабжения потребителями микрорайона будет продолжена по замене оставшихся участков магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. В этом году за счёт бюджетного финансирования планируется замена секционной запорной арматуры. Также реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей, двух паропроводов, двух паровых и ещё двух водогрейных котлов на ТЭЦ и ТЭЦ-2. Кроме того, при подготовке к следующему отопительному сезону намечено строительство разделительного силового трансформатора. В целях обеспечения оперативного реагирования на аварийные ситуации на тепловых источниках уже второй год проводится работа по обновлению автопарка предприятия за счёт бюджетных средств. Только в текущем году предприятиям приобретено 13 единиц спецтехники на общую сумму 398 миллионов тенге. Кроме того, из резерва местного бюджета выделено 1 миллиард 989 миллионов тенге на погашение основного долга предприятия перед ЕБР, что позволило, к тому же, избежать уплаты плавающей процентной ставки за использование кредита. Высвободившиеся средства в сумме 417 миллионов тенге были перераспределены внутри фонда оплаты труда для рабочих, служащих предприятия, а также на инвест-программу. Общая задолженность горожан за теплоснабжение и горячую воду – порядка 2 миллиардов тенге. Эта сумма на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Во время летней кампании работники предприятий планируют проводить масштабную работу по принудительному взысканию имеющейся задолженности. Население 843 миллиона тенге должно. В прошлом году, я эту цифру хорошо помню, было 480 миллионов тенге. Ну, копейки, ошибаюсь, может, по памяти. На 26% мы увеличили задолженность. На 26%. Вот смотрите, это к населению тоже обращение, правильное обращение. Нужно оплачивать коммунальные услуги. Сейчас мы убираем, хорошо. 840 – это миллиард тенге. Вот если вдуматься, миллиард тенге для предприятия ТЭК, а вообще миллиард 700. Это большие деньги. Они могли бы сами свои сети и зарплатную плату поднимать, и модернизировать свои сети. Предприятия Кустаная разрабатывают новую биллинговую программу. Ее создадут для дистанционного считывания показаний приборов учета тепла. Теперь работники абонентской службы будут обеспечены специальными планшетами. Такой переход на цифровой формат работы значительно сократит время заполнения нужных документов. Айдана Папанина, Алексей Руденко, телеканал Кустанай. 38 семей из села Алтанцарина Кустанайского района, чьи дома полностью разрушены стихией, в скором времени отпразднуют новоселье. Они приняли решение переехать в областной центр. Там для пострадавших приобретены квартиры. Люди уже готовятся к переезду. Мои коллеги расскажут подробнее. Многодетная семья Мусановых знакомится со своей новой трехкомнатной квартирой в одном из микрорайонов областного центра. Стихия оказалась беспощадной. Их большой и уютный дом в селе Алтанцарина Кустанайского района восстановлению не подлежит. Вода дошла до самой крыши. Еще пару месяцев назад даже представить не могли, что станут городскими жителями. Мы не думали, что так нас насидит наша природа. От этого никто не застрахован. И сейчас мы не думали, что нам так будет помогать со всех сторон. Везде волонтеры и наше государство предоставили нам жилье. То, что мы многодетные, трехкомнатную квартиру. Мы думаем, что вскоре мы заедем в свои квартиры и все наладится. С каждым жителем разговаривают, решают проблемы. Никто не проходит мимо нас. Везде все помогают, все откликаются. Хочу сказать большое спасибо нашему президенту и всем, кто неравнодушен к нашему горю. Конечно, это тяжело, это пережить с детьми, когда ты остаешься на улице и не знаешь, что делать. Я думаю, что жизнь налаживается. Пусть все будет хорошо. 38 семей приняли решение переехать в город Кустана. Их дома большая вода разрушила полностью жилой комплекс Керемет. Здесь заканчиваются ремонтные работы в квартирах, куда заселятся пострадавшие. Родители со мной живут. С женой советовался, с родителями. И как бы решили взять уже здесь квартиру. Раз предложили здесь трехкомнатная квартира, как бы мы согласны на это. Ну, устраивает? Устраивает, конечно, устраивает. Сейчас, то ли пока построю этого, ждать столько времени. Сейчас жить негде. Кто снимает, то это. Ну, многие согласились. Основная масса согласилась. Как бы здесь будет маленькая алтенциальная наша села. Практически. Уже, как бы не заехав, мы уже знаем всех соседей. Ну, это положительная сторона. Свои новые квартиры пострадавшие переедут уже в течение месяца. В общей сложности в Кустанайском районе пострадало почти 200 домов. Большая часть в селе Алтынцарина. Из 151 дома в селе Алтынцарина, 52 дома, не подлежит ремонту. По этим направлениям у нас определено два направления решения вопросов. Это строительство нового жилья, типового проекта в селе Алтынцарина. Либо приобретение жилья в городе Кустанай. Вот на сегодняшний день застройщик ИПЭД Кужинов нам предложил возможность приобретения квартир в ЖК Керемет. По селе Алтынцарина 38 договоров у нас подписано и направлены на оплату. На данный момент в Кустанайской области 426 домов не подлежат восстановлению. Строительство нового жилья уже началось в Жангельдинском районе. 19 домов появится в селе Колкамыс и 22 дома в селе Тауэш. Любовь Аблачкина, Руслан Джабаев, телеканал Кустанай. В Казахстане начался прием заявлений на основное единое национальное тестирование. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования. Срок приема заявлений в этом году с 6 по 14 мая. Само тестирование начнут с 16 мая и продолжатся до 5 июля. Однако для шести регионов, а это Акмолинская, Актюбинская, Атараусская, Западноказахстанская, Кустанайская, Североказахстанская области, в которых объявлен режим ЧЭС, регистрация будет продлена и пройдет с 6 по 20 мая. Само ЕНТ пройдет с 25 мая по 12 июля. По решению Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан в 2024 году всем абитуриентам будет предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом. Зарегистрироваться на участие в ЕНТ можно на сайте Национального центра тестирования или через приложение UTO. Абитуриенты сами определяют дату, время и пункт тестирования. При этом они могут выбрать лишь одну комбинацию профильных предметов на две попытки. В рамках акции «Таза Казахстан» в Кустанайской области прошел единый день этого масштабного экологического мероприятия. Инициированная главой государства «Экокомпания» продолжается в Казахстане уже четвертую неделю. В преддверии Дня Победы ракурс внимания сосредоточен на ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла. В Кустанайской области сегодня проживают 14 ветеранов Великой Отечественной войны. В эстафете поколений у Нигеля Орпах студенты и волонтеры благоустраивали дворы, убирали мусор, высаживали цветы и деревья. Они – частые гости в домах фронтовиков не только в праздники. На собственные средства волонтеры закупили продуктовые наборы для ветеранов. К значимой дате трудовые отряды также благоустроили дворы участников Великой Отечественной войны. Среди них Дмитрий Яковлевич Брусник. Его боевой путь отмечен шестью орденами и девятнадцатью медалями, среди которых «За отвагу» и «Орден славы второй степени». У нас всего девять дворов, которые мы созванивали с Советом ветеранов. Они нам доставили девять адресов. И мы поделились на микрогруппы, чтобы в ближайшие несколько дней отработать каждый из дворов. И вот сегодня с нами пять человек. И еще параллельно в нескольких дворах работают ребята. Эстафета поколений у Нигеля Орпах продлится в течение недели. В ней приняли участие более двухсот студентов региона, чтобы отдать дань уважения ветеранам и фронтовикам, рассказал руководитель отдела по делам молодежи и гражданского общества Мурат Искаков. Самое главное – это, наверное, воспитание нашей молодежи. Когда наша молодежь помогает ветеранам, у них есть определенная память о том, что нужно чтить таких людей. Это первое. Во-вторых, конечно же, это патриотическое воспитание. Это воспитание, держать наш Казахстан, нашу страну в чистоте и в порядке. Фронт работы волонтеров в основном включает сбор опавших листьев, побелку деревьев и бордюров. Представители общественных объединений расскажут, что молодежь активно принимает участие в эстафете. Что касается экоакции «Тазак Казахстан», то в Кустанайской области она охватила более 50 тысяч человек. Вывезено свыше 5 тысяч тонн мусора и высажено порядка 3 тысяч саженцев. Айдана Папанина, Родион Бабич, телеканал Кустанай. Жизнь без ограничений. В Кустанайской области в настоящий момент времени проживает 27 тысяч лиц с инвалидностью. Из них около полторы тысячи приходится на Житокаринский район. Для улучшения качества их жизни государством оказывается целый перечень услуг. Одной из них является инвотакси. Благодаря акции «100 благотворительных дел» появилась возможность приобрести специализированный автомобиль для жителей Житокаринского района. Это уже седьмой район области, который обеспечен службой инвотакси. Маргарита Иванова продолжит тему. Организация перевозок с специальным автомобильным транспортом очень важна для людей с физическими ограничениями. Сделать этот процесс комфортным и доступно помогает услуга инвотакси. В настоящее время она активно развивается в стране и, в частности, в нашей области. Для многих данная услуга стала настоящим спасением. Благодаря ей люди с инвалидностью могут учиться и работать, ездить на процедуры, да и просто выйти из дома и почувствовать себя частью социума. К сожалению, согласно законодательству, служба инвотакси осуществляется общественными объединениями, и у государственных органов нет возможности купить общественным объединением инвотакси. Поэтому мы такие вопросы решаем через социальную ответственность предпринимателей. Благодаря акции «100 благотворительных дел» Халлокбанка мы сегодня находимся на таком прекрасном мероприятии, когда житый Каринский район у нас приобретает машину инвотакси за счет средств Халлокбанка. Это у нас будет седьмой район, который обеспечен службой инвотакси. В настоящий момент в области таких машин 16 они осуществляют деятельность в шести регионах. Это города Кустаная, Рудный, Лисаковск, а также Кустанайский район, район Бимбета, Майлина, и теперь к ним присоединился Житикаринский район. Надо отметить, что Халлокбанк не впервые принимает участие в закупе авто. Ранее они уже помогли приобрести два автомобиля. Банк активно участвует в социальной деятельности и жизни нашей страны, нашего региона, непосредственно Житикаринского региона. Я могу сказать, что, наверное, своего рода тоже сложились такие отличительные, особенные отношения с фондами. Когда мы уже не первый год озвучивали, в 2018 году Халлокбанк поддержал Кустанай, общество инвалидов, и предоставил инвотакси. В 2020 году мы вручили инвотакси в Руднинском регионе. И сегодня мы по просьбе Акима области вручаем ключи от специализированного автотранспорта для людей с особыми возможностями. Данная акция, как уже говорили, проходит в рамках столетия банка, которую мы отмечали в 2023 году. И на протяжении всего года проходило огромное количество мероприятий в рамках акции «100 добрых дел». И в завершении мы проводим эту акцию и вручаем инвотакси. Но хочется отметить, что это не только в Кустанае, а в целом эта акция завершается и в 13 регионах. Люди, что нуждаются в таком подарке, бесконечно рады новому приобретению. Говорят, что данная услуга является важной составляющей повседневной жизни. Спасибо, что нам машину выдали. Мы рады за эту машину, что нам выдали. Давно мы хотели эту машину, чтобы нам выдавали. Эту машину нам дали. Я просила у людей, чтобы наше начальство, чтобы дать нам какую-нибудь машину, чтобы нам тяжело ездить. Ну вот, мы рады. Спасибо вам, что нам выдали эту машину. Мы мечтали много лет, чтобы действительно был у нас именно такой такси, инвотакси. На душе очень приятно, что такую возможность именно... Прежде всего, считаю, что руководство области, это и Аким области, это соцзащита департамент областной. Али Айсахану, вам именно тоже спасибо. Банку, всем, что такая возможность нам выпала. Внедрение инвотакси в области является важным шагом к созданию более инклюзивного и доступного общества для всех граждан. Это открывает новые возможности для людей с ограниченными возможностями и способствует их социальной интеграции. Я бы хотел от имени района поблагодарить АО «Народный банк Казахстана» в лице руководителя областного филиала «Скородецкая» Ивана Ивановича за такой прекрасный подарок. Данные авто комфортны, безопасны и оборудованы всем необходимым для передвижения лиц с ограниченными возможностями. В завершении акции «100 добрых дел» в 13 регионах страны появятся 13 специализированных автомобилей инвотакси. Маргарита Иванова, Диара Ахмечин, телеканал «Костанай». В Костанай состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь поэта, писателя и журналиста Жулбараса Баязида. Ее установили в доме, где почти четверть века проживал почетный гражданин Костанайской области. На мероприятии собрались коллеги, соратники и родственники поэта. Участники поделились теплыми воспоминаниями о нем. Жулбарас Баязид ушел из жизни в 89 лет. Он писал стихи, участвовал в общественных, духовных мероприятиях, являлся примером для подрастающего поколения. Когда-то свою трудовую деятельность начал в газете «Жас Аллаш». Долгие годы занимал ответственные должности в областной газете «Костанай Тане», местном радио, управлении культуры, областной телерадиокомпании. Он автор известных сборников стихов. В 2004 году Жулбарас Баязид был награжден премией «Казна» Костанайского областного клуба меценатов. Золотым нагрудным знаком «Курмет Тахажа» в 2008 году медалью «10 лет Астане». Почетный гражданин Костанайской области. Мы работали вместе в газете «Костанай Тане». Помню, он всегда помогал и направлял молодых журналистов. После работал на радио, активно участвовал в культурных мероприятиях, был прекрасным импровизатором. Эту грань своего таланта он продемонстрировал на первом Айтыси области. Он был религиозным человеком, посетил не только Мекку и Медину, но и Израиль. Жулбарас Баязид оставил за собой большое наследие, стихотворения и книги. В Федоровском районе прошел областной этап чемпионата Казахстана по АСАХ, а то и без АСАХ. В соревнованиях приняли участие команды из ряда районов Костанайской области. За звание лучшего боролись спортсмены из нескольких возрастных категорий. Всего на чемпионате было более 90 участников. Подробнее расскажем в нашем следующем материале. Подобный чемпионат в селе Федоровка проходит уже не в первый раз. Проведение таких мероприятий стало уже доброй традицией. В этом году участие принимают не только взрослые, но и дети. Основная цель проведения данного турнира – сохранение культурных ценностей. Как говорят организаторы, любовь к национальным играм и традициям необходимо прививать с малых лет. Проходит очередной чемпионат Казахстана среди взрослых, среди мужчин и женщин и возрастной группе среди мини-кадетов 2014-2016 годов рождения. На этих соревнованиях участвует 91 спортсмен. Но, к сожалению, из-за паводков количество участников намного сократилось. Но на этих соревнованиях участвуют из 9 регионов спортсмены. Среди спортсменов есть хорошо подготовленные к данным соревнованиям – это спортсмены Миндегаринского района, спортсмены города Рудного. Ну и, конечно, нужно отметить титулованных спортсменов, которые участвуют в данных соревнованиях – это чемпионка Азии, обладательница Кубка мира Султанова Жанар и Жалиева Гаухар. А сакату – это не просто игра, а национальный вид спорта, который как наследие достался от предков. Он помогает развивать в человеке лучшие качества, такие как ловкость, смекалку и мелкую моторику, отмечает главный тренер Фёдоровского района Аскар Досанов. Я занимаюсь с пяти лет, практически уже всю жизнь я в спортсмене, поэтому я сейчас передаю свой талант детям, они наше будущее, поэтому я регулярно три раза в неделю провожу именно тренировку по Асакату и Бесасы. Областной этап чемпионата длится несколько дней. По итогам соревнований победители отправятся на республиканский турнир, который стартует в сентябре и пройдёт в городе Талдыкорган. Самому юному спортсмену всего девять лет. Интересоваться игрой в Асакату Нурбек Ахат начал, едва выучив азбуку. Теперь профессионально занимается этим видом спорта уже больше года. Правила освоил быстро, признаётся юный участник. Первые успехи и победы не заставили себя долго ждать. Сегодня Нурбек в числе ведущих игроков. Я приехал из Линдогоринского района, село Боровское. С каждого соревнования беру первое место, в областном взял первое место и у меня был отбор в Фёдоровку. Мне эта игра даёт счастье, поездки куда-то там, в Астану, например, или в Костогай. Всего за призовые места боролись представители девяти регионов Костанайской области. Для многих спортсменов этот отборочный турнир являлся решающим. Организаторы уверены, проведение подобных мероприятий способствует воспитанию детей в духе национальных традиций. Гульзадай Шуакова, Родион Бабич, телеканал Костанай. На этом всё. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин